Создание социально значимых телевизионных проектов, проведение грамотной информационной политики и формирование медиа-центров на базе образовательных учреждений. Эти вопросы обсудили на очередном онлайн-лектории. Его тема – мультипроектирование как тренд современного телепроизводства. Такие встречи в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» направлены в первую очередь на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений. Тема сегодня важная – тема мультипроектирования как современный тренд телепроизводства. Потому что мы прекрасно понимаем, что все телевизионные программы у нас сейчас выходят за пределы эфира. Сегодня мы будем говорить в том числе о тех социальных проектах, которые делает ваша замечательная компания. В рамках этой темы спикером выступила главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Она рассказала о важных проектах, которые реализует телеканал. Например, авторская программа «Право на маму» помогает найти семью детям из приютов и домов ребенка. Проекты «Хочу домой» и «Зоопатруль» рассказывает о помощи животным. А программа «Обернитесь» – это уникальные истории людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но не утратили надежду и веру в лучшее. Важные письма – проект, позволяющий подрастающему поколению прикоснуться к истории, которая творится здесь и сейчас. И мы понимаем, что это те проекты, которые вовлекают людей уже в реализацию социально значимых проблем. Заставляют их задуматься о важности исторических событий, о важности тех героев, которые связаны с этими важными победами в истории России. Телеканал «Самара ГИС» активно развивается и в соцсетях. Паблик ВКонтакте по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди сообществ российских телекомпаний. Второй месяц подряд мы входим в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков ВК по версии New Media с показателем 4,2%. Сайт «Самара ГИС» – это динамично развивающийся информационный портал, где представлен широкий спектр новостей – от событий городского масштаба до происшествий в России и мире. Напомним, что информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. В рамках проекта регулярно проходят форумы, мастер-классы, лекции, конкурсы. Телеканал «Самара ГИС» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.